Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерия Седов. Сегодня у нас в гостях Владимир Нечаев, автор и руководитель проектов Кубок КВН силовых структур и ведомств Рязанской области. Здравствуйте! Добрый день! Сам Кубок силовых структур и ведомств, как часто он проводится и почему? Сам Кубок, вернее, правильное название такое, открытый Кубок КВН силовых структур и ведомств Рязанской области. Он проводится раз в квартал, он насчитывает уже такую достаточно серьезную историю, проводится на протяжении уже пяти лет. Его специфика является то, что каждый раз его розыгрыш посвящен памяти великого земляка-рязанца. То есть, проходит на раз в квартал. Недавно совсем мы проводили данный Кубок, посвященный памяти великого конструктора Владимира Федоровича Уткина. Не за горами осенний Кубок, посвященный памяти, мой любимый Кубок, кстати, посвященный памяти великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. То есть, вы знаете, помимо того, что это действие, которое приятно смотреть, потому что действительно это смотрибельно, это КВН, это еще, вы знаете, такая стоит задача познавательного характера, потому что кто-то впервые для себя откроет ту или иную выдающуюся личность, кто-то лишний раз узнает об этом. Поэтому мы, в общем-то, не стесняемся выпускать пресс-релизы, не стесняемся во время концерта говорить о том, какие завоевания и чем был знаменит наш земляк. Поэтому в моем представлении очень здорово, что он пользуется поддержкой правительства Рязанской области, поддерживается ОМВД России по Рязанской области, потому что вот такая, знаете, вот такая познавательная, очень хорошая программа происходит, где мы совмещаем два в одном. Мы совмещаем и отлично концертную программу, потому что к нам приезжают гости представители различных регионов, да, и, в общем-то, в то же время мы, как я уже говорил выше, действительно объясняем, вернее, рассказываем, говорим о достижениях. Это, на мой взгляд, это очень здорово. Кубок проходит среди силовых структур и ведомств. Каких? Вот, вы знаете, вот такая вот привязка, почему открытых силовых структур и ведомств и нет ли здесь какого-то подвоха? Я, в общем-то, говорю, что нет никакого подвоха абсолютно. Это проект, который, в общем-то, самодостаточный сам по себе. Какой-то такой жесткой привязки к Министерству обороны, МВД, Федеральной службы исполнения наказания абсолютно нет. Ну, просто это дань традиции к нашему городу, потому что, ну, где еще в каком городе Российской Федерации находится там военное училище такого уровня, да, где находится вуз системы МВД, вуз Федеральной службы исполнения наказания. Поэтому, в общем-то, силовые структуры. Собственно говоря, в этих вузах заложены и существуют такие шикарные КВНовские традиции. Почему бы, как бы, вот этот вот бренд не использовать? Поэтому, в общем-то, здесь ничего такого предрассудительного нет. А вот открытостью как раз подчеркивает тот факт, что приемлемое участие может абсолютно любая команда. И мы, в общем, с удовольствием всех приглашаем. И фишкой является тот факт, что каждый раз приезжает такая, знаете, хорошая, уровневая команда телевизионной лиги. Мы, безусловно, рады всем гостям. Рязанская земля гостеприимная. Рязанская земля щедрая во всех смыслах. И поэтому, я думаю, что проект будет набирать обороты, проект будет жить, несмотря ни на какие трудности. Потому что я даже сейчас работаю в другом субъекте Российской Федерации. Но кубки для меня это как бы то святое, то незыблемое. Ради чего я раз за разом возвращаюсь в родной город и веду эти проекты. Вы говорите, что этот кубок – это дань традициям. А каким традициям? Ну, вы знаете, дело в том, что как бы мы начинали, думали, мы как-то провели его один раз. Думали, ну, и на этом как бы закончить. Потому что, ну, провели и провели, да. А потом у меня родилась идея, что, собственно говоря, гением Сергея... А, первый кубок был посвящен Сергею Александровичу Есенину. Я подумал, что, ну, гением Сергея Александровича, собственно, не ограничивается Рязанская земля. И, в общем-то, подумалось. И мы провели кубок и памяти Константина Эдуардовича Цауковского, и Ивана Петровича Павлова. И кубок был посвящен легенде земли Рязанской Евпатию и Калаврадова. То есть, как бы, и вот такая вот спонтанная идея. Мы там каждое время года посвящены своему герою, своему земляку. И, в общем-то, это здорово. И потом, когда мы уже поняли, что мы провели два-три таких мероприятия, мы помним, что останавливается на достигнутом. Радует то, что, в общем-то, очень много молодежи, школьников, студентов, которые с удовольствием посещают. И, повторюсь, кроме, собственно, развлекательной программы, такой развлекательного контента, да, то есть, когда там весело, аплодисменты, драйв. То есть, есть еще такой, знаете, познавательный момент, такой, знаете, в хорошем смысле патриотический такой дух. Потому что я очень любил свой родной регион. Я рязанец до мозга и костей, как я говорю, до шестого колена. Вот, поэтому как минимум дальше не смотрел, не считал. Поэтому для меня вот эти все факты очень значимы являются. И я рад, что у нас постоянно аншлаги, постоянно переполненный зал. Постоянная атмосфера шикарная. Я очень дорожу этим. Мы очень, вся команда, которая занимается кубками, мы этим очень дорожим. Когда будет следующий кубок? Следующий кубок будет 20 ноября. Он осенний и он мой любимый. Он мой любимый, потому что он посвящен памяти великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. Безусловно, я подготовлю факты из жизни поэта, которые, может быть, не всем известны. С удовольствием со сцены их озвучу. Почитаю что-то из его творчества. И, как всегда, сделаем эту наэлектризованную атмосферу безудержного драйва. Вы знаете, есть такая фраза, по-моему, сказала Джованни Бокаччи о том, что, умирая, нужно спасти чью-то жизнь. То есть, может быть, и не дословно. Но, вы знаете, может, перефразируя ее, я скажу о том, что жить нужно так, чтобы делать кого-то счастливым. Чтобы дарить те самые позитивные эмоции, ту самую радость, которой порой немножко не хватает. Поэтому мы, собственно говоря, с этим девизом и работаем, и делаем эти проекты, потому что слоганы очень простые. Лучшее, любимое и только для вас. Поэтому это слоганы всех концертных программ, всех мероприятий, которые проводятся. И будем стараться продолжать наращивать темпы, делая кого-то счастливым. Потому что очень много положительных отзывов. Вы знаете, можно восторгаться своими любимыми своими достижениями, изданными книгами. Можно, я не знаю, в космос полететь, в конце концов. То есть, все в этой жизни может произойти. Но осознание того факта, что ты хотя бы на два часа кого-то действительно сделал счастливым, кому-то подарил этот смех, эти эмоции, эту радость. Вы знаете, дорогого стоит. Я вот чувствую, что вот это вот не зря. Вот это вот действительно, по крайней мере, для меня это очень важно. До 20 ноября, до следующего Кубка, Рязанцы 11 октября увидят ваш проект «Послесловие». Что это за проект? Проект «Послесловие», собственно говоря, о нем хотелось бы поговорить. Как бы это отдельно. Он действительно самодостаточный абсолютно проект. Как бы он стартует. И, быть может, ограничиться, конечно, единственным концертом. Как он появился на свете. Дело в том, что самое страшное, на мой взгляд, это жить с чувством недосказанности, с чувством прерванного полета. С тем чувством, что когда действительно не сыграна последняя нота, когда нет ощущения того, что ты выложился и сказал зрителям все, что мог. Может, это высокопарно. Я сейчас как бы говорю о материи высших каких-то достижений. Но в данном случае проект «Послесловие» – это галоконцерт, в котором примут участие, по моему мнению, лучшие КВНщики за прошедшие 10 лет. Которые играли на различных уровнях. Которые играли каждый за свою команду. А потом объединились в единый проект. Команда КВН сборной Рязанской области. То есть «Послесловие» – это когда каждому КВНщику со сцены есть что сказать. Сказать своей актерской игрой, сказать своим чувством юмора. Тем юмор-хитом, который был где-то показан, но вот через некоторое время он вновь ожил и заиграл красками. К сожалению, всего объективных причин, многие наши горожане не видели или не знают о том, как это было. Так вот, это потрясающая возможность посмотреть на галоконцерт, посмотреть на те номера, которые были хитами и остаются хитами. И самое главное, вы знаете, я, наверное, впервые понял, что это такая двуединная задача у этого галоконцерта. Потребность еще раз окунуться в эту атмосферу есть, безусловно, у всех КВНщиков, которые так или иначе когда-то играли в эту замечательную игру. Да, так вот, это вот возможность актерам сказать, а зрителям увидеть то, что они, возможно, не видели. Поэтому послесловие это не означает, кстати, у меня многие спрашивают, все послесловие это все, это вот эпилог. Не стал называть это эпилогом, потому что какое-то созвучит слово некролог у меня почему-то. Поэтому это послесловие, потому что, повторю, что это возможно чувство недосказанности. Но вдруг проект оживет красками, ребята снова почувствуют в себе силы, поддержку со стороны региона. И вдруг они снова будут покорять КВНовские вершины и высоты. Но, повторю, что цель не стоит, не скажу, что цель не стоит, чтобы прям куда-то ехать, где-то еще сыграть на каком-то высшем уровне. Все-таки первичная и главная задача – это тот накопившийся опыт, это тот материал, который уже есть, чтобы еще раз показать его со сцены, чтобы окунуться вот в эту атмосферу, чтобы в этом потрясающем зале Дворца молодежи сделать счастливыми рязанцам и чтобы самому почувствовать этот драйв прожитых в КВН лет. Это, на мой взгляд, очень здорово, потому что, ну, я не знаю, что каждый уважающий себя рязанец, который знает о КВН, знает о Дмитрии Птицыне, да, о художественном руководителе этого проекта, да, что у нас сейчас набирает молодой, талантливый юморист Никита Васильев, что с успехом делает развлекательные программы в Кассиме Александр Калистратов. То есть, вот почему бы лишний раз не увидеть вот этих вот героев КВН-ских баталий еще раз на сцене. Поэтому в моем представлении это будет очень-очень здорово, очень-очень круто и, конечно, будут сюрпризы. Мы хотим, чтобы пригласить хорошую команду выступить, мы хотим повспоминать, поразмышлять вообще о природе юмора как таковой, где-то поговорить со зрителем со сцены, какие-то интерактивы, в том, безусловно, будет разминка, да, как самый такой живой и крутой жанр. То есть, мы хотим, вот действительно, пусть это обязательно будет и все останутся довольны. Проект появился сейчас, в 2019 году, а почему вот именно? Ну, во-первых, ребята только относительно недавно, относительно недавно приостановили свою деятельность КВН, скажем так, в силу объективных причин. Ну, жизнь стоит на месте, и все мы сейчас как бы в той или иной степени свободны. То есть, это и работа, и семейные какие-то отношения и так далее. То есть, как бы они еще в самом высоку. Во-вторых, сама идея зрела очень давно. Как бы все это сделать, все это, так вот знаете, громохнуть-то громохнуть, да. То есть, и, наверное, всему свое время, потому что, как бы, когда вот мы собрались на летнем Кубке силовых структур, который был 2 июля, я вдруг почувствовал, что вот, ну, ребята очень хотят, хотят еще раз, как бы, вот именно зрителю сказать свое слово вот именно в таком формате. Они главные герои этого вечера. Они хедлайнеры этого вечера, они основные. И я вот, если честно, мне вот проект в том числе делается и для них. Потому что, ну, все-таки, вся программа голоконцерта, вот, все-все-все посвящено вот именно вот этой команды КВН сборной Рязанской области, которая, повторюсь, состоит из очень многих-многих команд, которые в свое время знатно пошумели в различных лигах Международного союза КВН. Вот, когда я ощутил вот эту потребность, я сразу же вот подумал, а почему вот не сделать вот так? Чтобы вот два часа смеха, радости, и когда все, абсолютно все интересы были бы учтены. Как самих КВНщиков, которые на сцене, так и зрителей. Поэтому я думаю, что будет интересно, будет здорово, если это ограничится одним концертом. Ну, ведь, вы знаете, какая тут история? Дело в том, что мы же ездили по городам Рязанской области, и вполне себе успешно. А, кстати, вот в апреле были в Московской области с концертом, то есть переполнен зал, то есть аншлаг, когда приехали рязанские КВНщики. Это было настолько здорово. И подумали, а почему мы, собственно говоря, бываем там в Московской области, были вот в Тульской области, были в Рязанской области, в Сасово, в Скопине, да, в Михайлово. Почему, собственно говоря, в самой Рязани бы не сделать вот это вот так вот, да? И почему, собственно говоря, и нет? Мы долго к этому готовились. Но, собственно говоря, вы знаете, это такая квинтэссенция всего. То есть мы выступали в регионах, выступали в других субъектах. Вдруг прям в своем родном городе бахнули, бахнем вот этот галоконцерт. То есть как бы этот по лестничным таким ступенечкам шли-шли-шли-шли-шли, и вот он, вершина, айсберг, этот галоконцерт Рязани после Слови. Поэтому все было постепенно. Ну, не знаю, судить, повторюсь, не нам, а зрителям. Надеюсь, что все сойдется, все получится, и все будет здорово. Владимир, давайте еще раз напомним зрителям, где они могут это увидеть, когда, во сколько. 11 октября 2019 года в 19.00 в Дворце молодежи города Рязани состоится галоконцерт звезд КВН Рязанской области, галоконцерт сборной команды КВН-сборной Рязанской области «Послесловие». С лучшими, еще такой момент, новыми юмор-хитами, которые, я надеюсь, вас всех порадуют. Всех приглашаю, приходите. Просто, вы знаете, те, кто хоть раз был на наших проектах, я не видел ни одного разочаровавшегося или человека, который пожалел бы о потраченном времени. «Говорил, говорю и буду говорить». Нет дураков с чувством юмора. Юмор – это интеллект, юмор – это здорово, который совмещает в себе все, что можно и все, что нельзя совместить. Владимир, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова